Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самом важном и интересном сегодня расскажут мои коллеги и я, Сергей Бархатов. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Венесуэлы наградил военных туалетной бумагой. В Башкирии приняли программу по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. И специалисты не нашли вредных веществ в воде деревни Грибовка, которая находится возле завода Кроношпан. Президент Венесуэлы наградил отличившихся в подавлении протестов военных туалетной бумагой, а в петербургском метро ввели досмотр, как в аэропортах. И теперь 90% пассажиров не могут вовремя уехать. Подробности в обзоре мировых новостей от Аскара Басырова. Здравствуйте! В студии Аскар Басыров и это Мировые новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил бойцов, отличившихся во время подавления массовых антиправительственных протестов. В качестве поощрения солдатам выдали туалетную бумагу, зубную пасту и мыло. Напомним, что недавно в Каракасе была совершена очередная попытка госпереворота, которая, впрочем, закончилась неудачей. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. В стране официально объявлена гуманитарная катастрофа, ужасный дефицит элементарных предметов гигиены и венесуэльцам буквально приходится ходить в Колумбию за туалетной бумагой. Во всех грехах президент Венесуэлы обвиняет американских империалистов, которые обвалили цены на нефть. Чуть позже Мадуро провел еще одну церемонию награждения. На этот раз одаривали венесуэльских чиновников, которые попали под санкции США. Им вручили копии сабли национального героя страны Симона Боливара. Правда, возможно, они тоже хотели туалетную бумагу. С 23 июля на четырех станциях петербургского метро действуют усиленные меры безопасности. Теперь тщательно досматривают каждого пассажира, на которого среагировала рамка металлоискателя. Разумеется, это спровоцировало гигантские очереди. По словам начальника метро Владимира Горюгина, если распространить практику на все станции, вовремя не смогут уехать 90% пассажиров. Пока эти станции в Петербурге единственные во всей стране буквально соблюдают постановление правительства, принятое после теракта 3 апреля. Случай с питерским метро, который можно смело назвать своеобразной итальянской забастовкой, наглядно показывает, что будет, если в точности соблюдать некоторые наши абсурдные законы, о работоспособности которых, похоже, даже не задумывались, когда принимали. Это проявляется в абсолютно разных сферах, например, с пакетом яровой, который, кажется, никто до сих пор не знает, как выполнять и исполнять. Еще Салтыков-Щедрин говорил, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Даже страшно подумать, что случится, если вдруг все вокруг начнут неукосительно соблюдать все российские законы. Похоже, что страна просто встанет. Это были мировые новости. В Башкирии приняли программу по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. Как заявил глава республики Рустем Хамитов, главная цель этой программы – предотвратить в Башкортостане риски катастроф, минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В последние годы заметно участились опасные природные явления, которые создают угрозу безопасности людям, серьезно влияют на многие отрасли экономики, особенно крупные убытки несут аграрии. Сильнейшая засуха 2010 года нанесла ущерб более чем 13 миллиардов рублей, в 2012 году – еще 2,5 миллиарда рублей. В этом году зимой не прекращались снегопады, весной и летом дожди и сильные ветра, ураганы. Только на прошлой неделе из-за сильных порывов ветра повредила кровлю школы. В Хайболинском районе в Уфе пострадали два человека. В июне в зоне бедствия оказались Архангельские и Мийкинские районы. В 13 районах республики из-за переувлажнения почвы введен режим ЧАЭС. Ущерб от потери урожая по предварительным подсчетам составит более полумиллиарда рублей, к сожалению. Не менее опасны чрезвычайные ситуации техногенного характера. Люди погибают в ДТП, на пожарах, в производстве, от удара током, ну и так далее. Конечно, каждая такая трагедия для нас – чрезвычайная ситуация. Новый документ на 2018-2023 годы, принятый на заседании, дополнен новыми мероприятиями. Подготовлена специальная подпрограмма по развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Это особенно важно потому, что в этом направлении работа пока недостаточно эффективна. И об этом надо признаться честно. Проект новой программы состоит из пяти подпрограмм. Это повышение безопасности населения и защищенности от потенциально опасных объектов, обеспечение пожарной безопасности в республике, а также безопасности людей на водных объектах, внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Незащищенные половые связи, татуировки и даже маникюр могут стать причиной болезни. 71 миллион человек во всем мире страдают хроническим гепатитом С. Ежегодно от этого заболевания умирает почти 400 тысяч человек. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. О диагностике и симптомах, а также как обезопасить себя рассказали уфимские врачи. В Башкортостане 19 тысяч человек больны хроническим гепатитом С и 6 тысяч – гепатитом В. Врачи говорят, это только верхушка айсберга. Болезнь может протекать бессимптомно, поэтому зачастую человек узнает о ней случайно – на медосмотре, при сдаче анализов или даже беременности. Больные обычно заражаются паронтериальным путем, то есть это как через необработанные инструменты, через кровь, тот же самый маникюр, педикюр, наркоманы, естественно. А безопасить себя можно только каким образом? Ну, вести здоровый образ жизни, беспорядочной половой связи не иметь, пользоваться, естественно, одноразовым инструментарием. Вирус гепатита С поступает в печень и заражает клетки. Среди симптомов – усталость и утомляемость. Но сказать точно сможет только обследование. Пациент сдает кровь на биохимию, затем проба попадет в лабораторию. Здесь особые условия – стерильность и специальная одежда. Доктор не покидает стеклянный отсек, пока не закончит анализ. А это почти 4 часа. Что он делает? Он выделяет вирус РНК из крови и доводит его до генотипа, если он положительный, в количественном отношении определяет, и выдает пациенту ответ, имеется у него вирус РНК в крови, гепатита А, В, С или нет. Оценить состояние печени и степень повреждения помогает фиброскан. Аппарат сканирует ткань на наличие фиброзов. Это постепенная замена ткани печени на грубую рубцовую. Разрушительный процесс запускают вирус, алкоголь или токсические вещества. У Фимской инфекционной больницы такой аппарат единственный в республике. Он помогает разглядеть то, что не видно на УЗИ. Процедура рекомендована больным с хроническими вирусами, гепатитами, либо с гепатитами неуточненными, либо с циррозами. Прогрессируя, хронический гепатит приводит к циррозу и раку печени. Поэтому важно выявить болезнь на ранней стадии. Современные противовирусные препараты полностью излечивают болезнь. А для профилактики в УФУ приехал передвижной аппарат для фибросканирования. Он побывал уже во многих регионах страны. Бесплатно проверить печень на переносном аппарате фиброскан у Фимцы смогут еще 1 и 2 августа. Обследование будет проходить в поликлиниках номер 46 и 32. Для этого нужно обратиться к своему врачу-инфекционисту за направлением. Алина Гребешкова, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Опасения жителей деревни Грибовка не подтвердились. Напомним, на прошлой неделе наша съемочная группа выезжала в Уфимский район, чтобы выяснить, почему люди считают воду опасной для питья. Если в баке постоит вода, покрывается какой-то пленочкой. Фиолетовый оттеночек вроде имеет какой-то и всего. Мы просто хочем узнать, что за вода у нас здесь. Чем мы питаемся. Мы же ведь здесь живем, у нас другой источник воды нет. Я лично полагаю, что это в связи с короношпаном. Вот эти осадки. Хватит воды. Колодец глубина 12 метров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды и проверили ее на содержании фенола и нефтепродуктов. Вредные вещества эксперты не обнаружили. Художественный форум Артуфа подошел к концу. Творческое пространство работало полтора месяца. По словам организаторов, это одно из самых значимых событий в культурной жизни региона. Чем удивляли на закрытии фестиваля, расскажет Рустем Нурешев. Артуфа удивляет цифрами. На выставке представлено более двух тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, а также предметов декоративно-прикладного искусства. 300 участников из Башкирии и других регионов, а также из нескольких стран США, Канады, Израиля представили лучшие работы. Один из залов традиционно был посвящен детскому творчеству. А для тех, кто хочет сам творить, художники и музыканты проводили лекции, мастер-классы и семинары. Молодым художникам хорошо здесь учиться, развиваться. Я вот сама с Оренбургской области, с Оренбурга приехала, тоже здесь приняла участие в выставке. Тоже очень было приятно, много нового узнала. Многие уфимцы на форум пришли впервые. Такая возможность увидеть лучшие работы художников и в одном месте выпадает нечасто. Первый форум «Артуфа» прошел в 2015 году. Я люблю очень пейзажи, люблю акварель, и очень многие художники понравились, как они реализовали и передали вот это свои чувства, свои ощущения в картинах, и прям чувствовалась вот эта вот энергия, вот эти эмоции от художников. Уже завтра все картины разъедутся по музеям и галереям, но пока церемония закрытия продолжается. Классическая музыка, джаз и рок-исполнители. В концерте примут участие уфимские музыканты и артисты театра оперы и балета. «Артуфа» продолжит свою работу до 11 часов вечера, 28 июля. Устану Режев, Никита Бычков, Алина Гребешкова, Градского, телеканал ЮТВ. О том, какие аварии и дорожные происшествия произошли в республике на этой неделе, смотрите в итоговом выпуске дорожных новостей. Моргает зеленый сигнал светофора. Переди никого нету, можно развернуться, но не тут-то было. Теперь давайте посмотрим на это ДТП с наших камер. Включен ли поворотник у легковушки неизвестно, но водитель внедорожника явно спешил проскочить на моргающий зеленый и был даже готов выехать на встречную полосу движения, за что и поплатился. На следующих кадрах еще один любитель проскочить на почти красный сигнал светофора. Красная машина, возможно, выезжает на перекресток уже на моргающий сигнал светофора. А Газель, скорее всего, не видя ее из-за машин правее себя, просто не ожидал, что кто-то может выскочить перед ним. Уступив проезд автомобилям, двигающимся под стрелку, сам угодил в ДТП. Хотя мог подождать, ведь освободив проезд, он уже нарушил, выехав за стоп-линию. А за ситуациями на дорогах города в режиме онлайн вы всегда можете проследить на сайте map.ufanet.ru В Екатеринбурге регистраторов поликлиник отправят на курсы вежливого общения с пациентами. Подробности расскажет наш гость из Сербии Мирко Здравич в рубрике «Из России с любовью». Здраво! В Екатеринбурге регистраторов поликлиник детской больницы номер 15 и горбольницы номер 2 отправят на двухдневный тренинг, где обучат общаться с пациентами. Потому как частенько бывает, что при обращении в регистратуру люди находятся в стрессовом состоянии. Чем вам помочь? Начните с того, что уберите эту глупую улыбочку с вашего чертова лица. Как сообщает знак.ком в пресс-службе администрации города регистраторов будут учить, как разговаривать разговоры по телефону и с глаз на глаз. А также с посетителями, которые из-за стресса или болезни находятся в расстроенных чувствах. Но и самое главное, как не допустить конфликтов с этими сами посетителями. А если уж они возникли, быстро их урегулировать. По словам генерального директора страховой компании Дмитрия Толстого, программы обучения медрегистраторов в стране нет. Поэтому тренинг исключительно авторский и был разработан учебным центром страховой организации. Для больниц и органов управления здравоохранением он будет бесплатным. А вот его ценность для настоящих и будущих пациентов огромна, заверил Толстов. Пользователи Рунейта разделились на два лагеря. Одни винят работников регистратуру. Мол, те сами доводят пациентов своими невнятными ответами и жуткой медлительностью. Чем потерпи могу служить? Ну, я хочу, чтобы вы один номер про... Вам. Ну, я хочу, чтобы вы один... Любезные. Ну, хочу у вас один номер по базе пробить. Только мы ужасно торопимся. Говорите. Два девять. Номер. Другие винят слишком настойчивых пациентов. Но в этом случае на курсы перевоспитания домой их не отправишь. Хотя, наверное, порой очень хочется. До скорых встреч. О погоде на выходные. По данным сайта MeteoProplan.net, 29 июля температура воздуха в Уфе ночью плюс 20 градусов. Утром 21, днем 28 жары и вечером 25 градусов. Ожидается облачная погода, возможно, небольшой дождь и гроза. Хороших вам новостей и отличных выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!